Привет, мы в Измайлове на востоке Москвы. Здесь от 6-й парковой до 16-й парковой улицы проходит Нижняя Первомайская улица. Ну, вы знаете, парковые улицы проходят вертикально, да? Вот так идут от 1-й до 16-й парковые улицы. Они идут вот так вот все вертикально. Все подходят к Измайловскому парку. А Первомайские улицы, они идут горизонтально. Они как бы идут, так сказать, поперечно, да? Вот эти вот пересекают, соответственно, парковые улицы. И вот как раз вот эта Нижняя Первомайская, она тоже пересекает, идет от 6-й до 16-й парковой улицы и пересекает на своем пути несколько парковых улиц. Улица обычная, двухстороннее движение автомобиля транспорта, в одной полосе в каждом направлении, длинаю стоит около 2 километров. Ну, то есть такая довольно длинная улица. Названа была в 1449 году в честь праздника Международной солидарности трудящихся, как его тогда называли, 1-го мая, 1-го мая, который торжественно отмечался в нашей стране тогда в советское время. Ну, сейчас он, конечно, торжественно не отмечается, однозначно. Но праздник сохранился, правило, сейчас он называется День ясна и труда почему-то, хотя ясна начинается в совсем другое время. Ну, а праздник труда, ну, в общем, как-то тоже не очень понятно. Ну, в принципе, конечно, труд это здорово, это прекрасно, это вообще, конечно, неплохо. Так с огоньком работать с радостью, это очень здорово. Ну, все-таки что-то в этом есть, да. Ну, праздник труда, ну, праздник труда на дачных участках, наверное, так вот. В общем, не знаю, как-то не очень все это, ну, в итоге как-то праздник несколько так выродился, да, явно. И скорее стал таким праздником действительно выезда на природу массового, на дачные участки, на шашлыки, там, на пикники, ну, за город, короче, да, или там каким-то родственникам и так далее. Вот во что превратился фактически этот праздник. Ну, или просто ничего не делали, просто там лежание на диване, какие-то, так сказать, решение каких-то своих там проблем и так далее. Хорошие возможности. Вот, ну, в советское время, конечно, это все празднуло, это было идеологически, тем более международный, там, солидарно-струдящийся, опять же, именно, так сказать, вот, борьбе против буржуев, капиталистов, там, да, вот, за всякие там права рабочих, ну, крестьян, мишки, ну, рабочих, понятно. Вот, так что вот это тоже во многом уже такая, немножко больше историческое название, но, конечно, еще в некотором смысле актуально, потому что все-таки праздник-то остался труда, хотя еще добавили почему-то лесной. Вот, ну, наверное, уже, так сказать, рассвета лесной, да. Ну, слово нижнее добавлено для обозначения отличия этой улицы от верхней Первомайской улицы, расположенной параллельно и севернее ее, и средней улицы, которая находится между ними, между, соответственно, верхней и нижней Первомайской. Вот, а вообще есть вообще просто Первомайская улица, тоже такой, неподалек, тоже в районе Сбарова. Вот, ну, мы еще будем, на верхней мы уже были, на средней и на простой Первомайской. Ну, а так, такая улица довольно пресная, как, в общем-то, и практически все улицы в этом районе, кроме некоторых, там есть отдельный парк и вольт, здесь еще сходить старые дома там, ну, советские, но все-таки еще такие вот, там, 30-40-х годов. А здесь, в общем-то, ничего так особенно интересного нет, мук, живых домов, и в основном они все советского времени, преобладают в пятиэтажке, также есть 6, 9, 12, 14, 16, 17-этажные дома, где они построены в 60-х, 90-х годах, ну, в основном 60-х, там, 50-х годов, там. Ну, есть каких-то 90-х, есть даже постсоветские. И вот есть, соответственно, есть даже пятиэтажный дом под номером 48-54 года построен, то есть несколько пораньше, чем остальные дома построены. Ну, и есть 18-этажный дом под номером 7, построенный в 2007 году, есть уж совсем современный дом, 13-этажный, который в 60-х, это уже в конце улицы, построен в 2017 году для переселенцев, ну, очередников и переселенцев, вот там, из этого округа и всего города Москвы. Ну, и здесь на этой улице много школ, всяких детских садов, социальных объектов, там, поликлиники, ну, в общем, как обычно бывает, в принципе, на подобных улицах. Вот, также здесь находятся, ну, из таких замечательных строений, отмечу математический колледж, здание под номером 15, офисное двухэтажное здание под номером 43, причем, вот интересно, вот это здание, оно, может, является единственным таким достопримечательностью, поскольку оно было построено еще в 1949 году и являлось частью ансамбля немецкого городка в Измалове, который строили пленные немцев, военнопленные после Великой Отечественной войны. И вот, построен в 1949 году, ну, естественно, изначально было жилым домом, но теперь уже перестроено под офис. Также на улице находится бизнес-центр Первомайский, четырехэтажное здание под номером 43, ну, оно было построено в 2010 году, то есть современное здание. Российская диабетическая ассоциация, вот, в пятиэтажном здании под номером 46, ну, это фактически многофункциональный центр, там много всего и продукты, и всякие салоны, ну, и в том числе, вот, диабетическая ассоциация. Здание 53-го года построено. Рядом, ну, на предположении, они находятся, еще один многофункциональный центр под номером 47, с театром АТО, типографии ВИКа и другими организациями, пятиэтажных зданий, тоже с 1953-го года постройки. Также на улице находятся кольца архитектуры и менеджмента в строительстве, зданий под номером 50А, спортивно-фискультурный комплекс трудовой резервы под номером 52А, бывшая школа, а в 80-е годы была детская и юношеская спортивная школа. Также отдел МВД по району Восточный Знава, номер 63А, ресторан Гризли под номер 65А, пятиэтажное общежитие под номер 66, десятых годов постройки. Я отмечу также поликлинику медико-хирургического центра имени Пирогова и медико-хирургический центр имени Пирогова тоже. То есть поликлинику и медико-хирургический центр, и при нем поликлиника находится. Вот, по номерам 70, в конце улицы, с несколькими настроениями. При этом центре находится в православном храме Сетиль Николаевича Дотворца, который тут работал в 2004 году, но он для своих, конечно, для сотрудников и пациентов этой поликлиники, и, ну, очевидно, больницы. Также есть гостиница Первомайская под номером 77, вот, и еще два пятиэтажного общежития под номером 81, и межрайонный отдел полиции по борьбе с правонарушением в сфере потребительского рынка и исполнение административного законодательства по Восточному облугу, здание под номером 83. Ну, особенно здесь ничего интересного нет, в принципе, тут в Азмалове вообще не так много строений, особенно, ближе туда уже в пельцевой дороге, поэтому такая, доставлю еще туда, довольно такая пресная, обычная, в принципе, улица, но при этом она довольно неплохо озелененная. Ну, очевидно, здесь тоже, так сказать, по программе реновации, наверное, пятиэтажки будут сносить, вот так что, может быть, эту улицу ждут перемены, но не в ближайшее время, пока тут никаких изменений не предвидится. Ну, а находится она около станции метро Первомайская, может дойти пешком через 9-ю Парковую и потом Первомайскую улицу, вот, а можно, ну, и как-то по-другому дойти, в принципе, ну, наверное, все-таки лучше от метро Первомайская идти, самая такая ближняя станция метро общественная, у нас по этой улице не приезжает. Прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...